Сегодняшнее евангельское чтение, которое всем нам говорит такие слова. И подозвав народ с учениками своими, сказал им, кто хочет идти за мною, отвергни себя и возьми крест свой и следуй за мной. Мы уже бы говорили на проповеде, что три ступени человек верующий должен в своей жизни сделать. Первая ступень это отвергнуть свое Я, свое Эго, которое всегда мы стараемся во всей своей жизни выпячивать на первое место. Я, я могу, я знаю, я умею. Все, что мы здесь получаем, это получаем от великого нашего Господа. Это Его дары, которые Он всем нам дал. С этими дарами мы пройдем всю свою жизнь. Но в конце жизни мы будем давать за эти дары отчет. А значит, мы все их должны преумножать и делиться этими дарами. 2 Тимофея 3,16 сказано. Все Писание Бога духовновенно и полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности. Вот четыре пункта тоже говорит нам апостол Павел. А самое главное, оно будет нас обличать. А если совесть нас будет обличать, то многие поступки мы будем уже не совершать, которые это не угодно Господу. Мы будем менять себя. Мы будем менять свое сердце. А поможет в этом всем нам благодать Духа Святого. Это невидимая сила, которая будет менять всех нас с вами. Мы будем знать, как правильно воспитывать своих детей. Что им говорить, какой пример показывать. Потому что во всей нашей жизни дети набираются от нас, от родителей. Всему многому то, что мы им подаем. Доброе ли, худое ли. И за это родители будут отвечать в первую очередь. Сказано, что мать спасется только через чадорудие. Но если этих сама придет к небу и приведет детей туда. Смотрите, какая особая задача наша стоит в этой жизни. Воспитать себя и воспитать детей достойных. Это труд. Труд, который будет вознагражден в Царстве Небесном. Куда мы все с вами должны стремиться. В этой жизни. Ага, да. Жизнь наша короткая. И она скоро закончится. Евреям 13.8 сказано. Иисус Христос вчера и сегодня и вовеки тот же. Вторая ступень. Он говорит, возьмите крест. Крест это страдание. В этой жизни мы, христиане, будем уже страдать за Христа. Не за грехи, а за Христа. Вот если мы будем страдать за Христа, за Его заповеди, то тогда мы будем блаженны. И благодать будет нам в этом помогать. Мы несем свой крест. Каждый будет вам спасилом каждого. Не думайте, что сверх силы Господь нам что-то посылает. Нет. А значит верующему человеку нельзя в этой жизни роптать, а за все благодарить, как учат наши святые. Верующий человек, когда обратится к Господу, и третья ступень, которую Господь говорит, исследуй за мной, за учением Иисуса Христа, за Его земной жизнью. Он говорит в Евангелии от Иоанна 5.30. Исследуйте Писание, ибо вы думаете через них иметь жизнь вечную. А они свидетельствуют обо мне. И вот когда человеку верует и уже пойдет за Христом, стараться будет идти по Его следам, то Псалом 39, с 1 по 5 стих, нам такие замечательные слова, всем нам говорится, верующим. И они относятся будут каждому из вас. Каждому из вас. Вот я их сейчас прочитаю, а вы послушайте внимательно. Начальнику хора Псалома Давида. Твердо уповал я на Господа, и он преклонился ко мне, и услышал вопль мой. Вот когда мы уверовали, захотели изменить себя и свою жизнь греховную, то мы взывали к Господу, и Господь услышал нас и преклонился к нам. Это действительно так происходит. Дальше. «Излег меня из страшного рва, из тенистого болота, и поставил на камни ноги мои, и утвердил стопы мои». Вот мы и блуждали, были в страстях и похотях. И почвы под ногами у нас не было. Мы были в этом тенистом болоте, что нас засасывал этот грех. Все тянул все дальше и дальше. Мы все дальше и дальше убегали с вами от Господа. А Господь нас звал и звал. Он 1900 раз во всей Библии говорит, придите ко мне, и я успокою вас. Человек не идет, не торопится, не спешит. Вот если бы человек верующий взял да прочитал эти 1900 раз, нашел, что-то бы ему в сердце отложилось. А ему все некогда взять в руки Писание. Он замер, суетой земной. И дальше говорит Писание. «И вложил в уста мою новую песнь и хвалу Богу нашему». Основанием веры нашей будет Христос, Его Слово, которое будет нас судить. Если мы строим это основание, то мы из наших сердец польется другая речь. Хвалу Богу нашему. Мы будем нести проповедь. Мы будем рассказывать ближнему об этом великом чудном освобождении из рабства греха, где мы пребывали много лет. А тут Христос меня освободил. Увидят многие и убоятся, и будут уповать на Господа. Да, многие придут в страх Божий, осознают свою неправильную жизнь, придут в покаяние и тоже потянутся к распасению. Это поможем мы с вами, верующие, которые уже со Христом. Это мы обязаны по любви это делать. Если это мы не делаем, то мы будем спрошены в конце жизни. Блажен человек, то есть счастливый тот человек, который на Господа возлагает надежду свою, и не обращается к гордым и к уклоняющимся к лжи. Мы все строим в свою жизнь уже, прося у Господа благословения на все. Выходя из дому, мы благослови Господи. Дай нам доброго ангела-хранителя. Сохрани нашу семью. Помоги нам, Господи, исправить наши сердца. Дай нам поступать во всех делах наших по заповедям. Что-то у меня не получается. Мы просим у Господа, чтобы он очистил, помог, дал силы. Сказано, человеком это невозможно, но не Богу. А Богу все возможно. А значит, надо научаться изо дня в день и спешить, спешить делать добро. 1 Фессионал Викимов, 2 глава, 13 стих, говорится, слова Писания. Мы непрестанно благодарим Бога, что, приняв от нас слышимое Слово Божие, вы приняли его не как Слово человеческое, но как Слово Божие, которое и действует в вас, верующих. Но действует ли оно, живое ли оно, работает ли оно у нас? Проверяйте каждое свое сердце. 1 Тимофея 4, 16. Вникай в себя и в учение, занимайся с ним постоянно, ибо так поступай из себя, спасешь и слушай из себя тебя. Иисус Навин из Ветхого Завета. Да не отходит себя книга закона, но получайся в ней день и ночь. Да вы в точности исполняете все, что в ней написано, тогда ты будешь успешен в пути от тебя. И будешь поступать благо разумно. Вот эти все слова Писания помогают нашему сердцу исправиться. Премудрость. Притча, простите, 15-31. Ухо внимательное к учению жизни пребывает между мудрыми. И 2 Петра 1, 10. Посему, братья, более и более старайтесь делать ваше звание и избрание. Так поступая, никогда не преткнетесь. А у нас верующих как? Немножко наперла на нас вода, искушение. Мы сразу падаем, устоять не можем. Сразу охи и ахи. И не знаем, где опору приобрести. У верующего, истинного верующего человека не так. Он знает, кто его заступник, кто защитник, кто поможет. А то мы просить-то любим просить, когда нам плохо. Но когда нам облегчение наступит, мы забываем все. А благодарение забываем воздать Господу. Пусть будет это все на сердце каждого из нас. И Писание помогает взойти всем нам к вечному Богу в вечность. Аминь. Продолжение следует...